Несмотря на то, что Петру изучают уже не одно столетие, современные археологи успели исследовать не больше трети всех построек и скальных пещер. И однозначных ответов, как и для чего создавались в розовых скалах эти огромные монументальные сооружения, до сих пор не найдены. Долгое время, вплоть до второго ее открытия в 1812 году швейцарским ученым и путешественникам Иоганном Бурхардтом, Петра считалась потерянным городом, в котором были спрятаны несметные сокровища. И действительно, сотни лет, пока через город проходили караванные пути, торговля приносила Петре большое богатство. Оригинальную по архитектуре многояростную гробницу урны бедуины зовут судом, считая, что комнаты с арками могли быть тюремными камерами. А по преданию, в первом веке нашей эры здесь находилась королевская гробница, которая в пятом веке была преобразована епископом Джейсоном в первую христианскую церковь Петры. Широкой террасы открывается вид на центр города. Далеко в горах виден и фрагмент монастыря Дейр, который мы посетили в прошлый раз, а восторг не утих до сих пор. С приходом римлян Петра пережила очередной расцвет. В архитектуру города было внесено множество изменений. Город, названный императором Трояном, матерью городов аравийских, не раз посещался высокими гостями. Когда в 131 году до нашей эры город посетил римский император Адриан, он переименовал его в свою честь, назвав Петры Адрианской. Когда римляне взяли под контроль торговые маршруты и направили их в обход города, Петра, потеряв контроль над торговлей, а с ними власть и деньги, пришла в упадок. Город начал терять прежнее значение, а население – покидать утомленную солнцем и долгими веками существования древнюю столицу. Очередное поколение уже с удивлением взирало на гигантские фасады гробниц, возводимые предками. Присутствие Набатеев стало менее заметным, когда на территорию Византийской империи пришло христианство, и Петра была выбрана местом пребывания епископа. Это стало последней эпохой расцвета города, а постоянные землетрясения окончательно погубили Петру. Обратный путь через ущелье продолжает волновать кровь своей непостижимой красотой. И начинаешь понимать древних Набатеев, которые поклонялись огромным камням, считая их своими божествами. Вот идол Набатейского бога Душара, покровителя страны и бога царской династии. Древний город продолжает неспешно открывать свои тайны. И, возможно, главную из них откроет кто-нибудь из этих школьников, которые на примере Петры изучают историю родного королевства. Редактор субтитров А.Семкин